Приближался к концу август 1898 года. Приближалось время ехать в Самару для учебы в Самарской духовной семинарии. На душе у меня было радостно и тревожно. Как-то пойдет учеба в этом учебном заведении, где много новых предметов и преподавателей. Мы продолжаем читать воспоминания Вениамина Дмитриевича Свечникова, написанные многие годы спустя после учебы в Самаре. Итак, на дворе у нас август 1898 года. Поехали! Я живу своей мечтой В дымке нежно-золотой Близ уступов мертвых скал Там, где ветер задремал Самарская духовная семинария находилась на Новособорной улице и размещалась в большом монументальном трехэтажном здании, окруженном великолепным садом, окаймленным белой стеной. Этот сад был площадью с добрую десятину. Его аллеи с изумительными столетними деревьями служили нам для прогулок, отдыха и для подготовки к экзаменам. Нижний этаж здания был занят столовой, кухней, квартирами ректора, инспектора и службами. А весь средний этаж был под классами. Мебель в классах была дубовая, массивная, а из окон открывался замечательный вид на Волгу. Во всю длину второго этажа шел поместительный коридор, служивший местом прогулок во время перемен для семинаристов. А по другую сторону от коридора находился зал с колоннами, освещенный множеством окон. Дальше на втором этаже располагалась фундаментальная библиотека, физический кабинет и учительская комната. Третий этаж был занят в центре церковью, а справа и слева находились большие дартуары, как назывались спальни. Из окон дартуаров также открывался роскошный вид на Волгу и на Жигулевские ворота. Сидя подолгу на подоконниках, мы беседовали с товарищами о будущем. В воскресные и праздничные дни все, кто жил в общежитии, посещали церковь. Охотно приходили в семинарскую церковь и жители окрестных домов, которых привлекало пение хора семинаристов и истая церковная служба. Учебный день в семинарии строился следующим образом. Утром завтрак в столовой, потом пять уроков, после чего обед, и до шести часов мы могли проводить время по своему желанию. Обычно мы уходили гулять в город или в струковский сад. В шесть часов накрывали вечерний чай, а потом начинались вечерние занятия, подготовка уроков, чтение книг и рисование. Занимались мы в классах, и как-то не странно, при свечах, точно во времена Пушкина. Каждому выдавали на вечер пастиариновой свече. И только годы через два после моего поступления мы перешли на керосиновое освещение. Классные комнаты стали освещаться четырьмя. Мощными лампами, типа молнии. Год учебы в семинарии прошел незаметно. И летом мы всей семьей поехали на новое место службы нашего отца, в село Кульмановку на Кондурче. Вся дорога была для нас в новинку, и многое из увиденного нас удивляло. Сначала мы проехали село Семейкино, а потом приехали в большое село Красный Яр, где остановились, чтобы покормить лошадей и дать им отдохнуть. Хозяин стоял во двора, поставил для нас самовар. И мы с большим удовольствием подкрепились сладким чаем с вкусным самарским калачом, после чего двинулись дальше. Вот мы проехали мост мимо водяной мельницы и стали подниматься в гору. Проехали село Малую Каменку и спустились с горы. Потом долго ехали долиной. А когда стали уже приближаться к своему селу, снова поднялись в гору. Этот подъем занял довольно много времени. Между тем стала смеркаться, и Возница торопился поскорее доставить нас домой. А вот мы, наконец, и дома. Здесь мы каждый день ходили на Кондурчу, купаться и ловить рыбу. А однажды утром, когда мы шли на рыбную ловлю, к нам подошел хозяин одного из домов, которые стояли на берегу, и сказал, на обратном пути зайдите ко мне. На вашу удочку попался большущий судак, и уж очень бился. Я побоялся, что оторвет лесу, и взял его себе. Этот случай был отличительной чертой честности населения тех мест, где теперь жили мои родители. Мужик, взявший к себе нашего судака, не съел его, а сберег для нас. Потом я узнал, что жители Кульмановки знать не знали, что такое запоры и замки. Купание на Кондурче было замечательным, но много времени оставалось и для чтения книг. Помню однажды, когда я прочитал «Обрыв Гончарова», меня взяла такая тоска, что в полдневный жар я ушел на гору и очень долго сидел там, размышляя о настоящем и будущем. Мне уже давно хотелось начать охотиться на дичь. У папы хранилось шомпольное ружье, но потом кто-то предложил ему поменять его на другое ружье – центральное. Так произошел этот обмен, не слишком удачный, так как шомпольное ружье било очень хорошо, а центральное было самодельное, с дырянным затвором и не менее опасное, чем шомпольное. Но так как ничего другого все равно не было, я охотился с ним. Бил это ружье, в общем, неплохо. И первая дичь, которую я подстрелил, был степной кулик, веретенник. Но вообще-то охота в Кульмановке была неважная, и я предпочитал ей рыбную ловлю на карасей в песчаном озере или на леща в Кандурче. Летом 1902 года, не без участия ректора семинарии, на должность которого недавно был назначен архимандрит Вениамин, человек прекрасной души, которому исполнилось всего лишь 29 лет, была спланирована экскурсия, которая проходила через Москву, Петербург, Валаам, Финляндию, Великий Новгород и Рыбинск. Стоимость участия в экскурсии составила всего лишь 30 рублей для всех 55 экскурсантов, включая 7 преподавателей. Простившись с любимой Кандурчой, я внес 30 рублей, полученные мною за картину на весенней выставке. И 10 июня на перроне нас, семинаристов и преподавателей, проводило огромное количество родных и знакомых. Было 10 часов утра, светило яркое летнее солнце, и на душе тоже было радостно и солнечно. Поезд проехал через мост, через Самарку, полустанок Кряж и станцию Лепеги. За окнами колосилась рожь. Иногда по ней пробегал ветерок, и тогда казалось, что за окнами колышутся волны необъятного зеленого моря. Первой остановкой была станция Безенчук, недалеко от которого находилось село Екатериновка, где когда-то я учился в двухклассном министерском училище. Потом поезд побежал дальше и добежал до станции Приполовенской, в 12 верстах от которой была моя родина, село Натальино. Потом была Обшаровка и, наконец, мост через Волгу. Творение инженера Белилюбского, единственное тогда на всей Волге. Нами был откуплен целый вагон, в котором мы по очереди несли дежурство и жили в Москве, а потом прекрасно доехали до Петербурга. В пути мы выбрали старост, которые несли на себе заботу о продовольствии для своих товарищей. Вспоминая теперь события лета 1902 года, я думаю, боже мой, как давно это было, писал в январе 1959 года Вениамин Дмитриевич Свечников. Вот сейчас я сижу за письменным столом и пишу эти воспоминания. Теперь я лжу глубокий старик, а когда-то был юный-юный, с мечтами, рвущимися вперед и несущимися в неизведанную даль. Все вокруг искрылось здоровьем, трепетной, животворной радостью. Душевных сил было неизбывное море. Казалось, как будто и радость будет вечной, и солнце будет светить в жизни неизменно и постоянно. Весной 1906 года я сдал экзамены за первый курс Санкт-Петербургской духовной академии и успешно перешел на второй. Побродив с приятелем по городу, мы почувствовали, что нас, как волгарей, тянет на Волгу. Закупили билеты на пароход общества «Русь» и, отправившись в Рыбинск, сели в каюту второго класса. И вот нашим настроением уже снова завладели широкие просторы матушки Волги с ее чудными видами. Выйдя ненадолго в Нижнем, мы полюбовались его достопримечательностями и снова сели на пароход, чтобы плыть в Самару. А в Самаре расстались, и каждый из нас отправился к своим родителям. Дома меня ждали родители, брат и сестра. Веня приехал из Петербурга. Это была радостная встреча, которая сопровождалась долгими беседами и обменом новостями и впечатлениями. А вслед за этим начались каникулы, рыбная ловля, кондурча, купания и долгие прогулки в окрестностях села. Но вот лето подошло к концу, и мне было пора возвращаться в Петербург, в Академию. На этом мы прервем наше путешествие в воспоминания Вениамина Дмитриевича Свечникова. Прервем мы его на осенних днях 1906 года, когда студент Свечников снова вернулся к занятиям в Санкт-Петербургской духовной академии. Апсамарским улицам заспешили на уроки ученики духовного училища, семинарии, реального и самых разных гимназий. И пусть время неумолимо бежит вперед, но на наших часах и календаре пусть еще побудет осень 1906 года. Вижу взоры красоты, слышу голос, милый, ты, вновь спешу в любви сгореть, сладкой смертью умереть. С вами был Михаил Перепелкин.